При законодательном собрании Тверской области состоялось заседание экспертного совета, которое впервые собрался в обновленном составе. Кроме организационных вопросов, члены совета обсудили преобразование муниципалитетов в нашем регионе. Подробности у корреспондента телеканала Тверской проспект. Как отметил, открывая заседание, председатель экспертного совета, заместитель председателя законодательного собрания Тверской области Виктор Константинов, вопрос преобразования муниципальных образований чрезвычайно актуален И очень важно услышать точку зрения каждого эксперта по этому вопросу. Сегодня, коллеги, у нас первое организационное заседание. Тем не менее, мы решили обсудить актуальный вопрос, который касается каждого жителя Тверской области. Вопрос о преобразовании муниципальных образований в Тверской области. В состав экспертного совета вошли профессионалы из разных сфер жизни общества, которые имеют представление, как функционирует законодательная власть, в чем ее специфика. В их числе немало депутатов Законодательного собрания Тверской области различных созывов. За время своей деятельности экспертный совет в 4-м созыве, в 5-м созыве он действительно являлся одним из главных помощников депутата в сфере совершенствования законодательства. Подробно о преобразованиях муниципалитета в Тверской области и о той работе, которую в связи с этим проводит региональный парламент, рассказал заместитель председателя ЗАГС Собрания, председатель постоянного комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Александр Клиновский. Наш главный принцип преобразования таких территорий положиться на мнение самих территорий. Все преобразования начинаются исключительно по инициативе муниципалитетов. В ходе обсуждения все эксперты высказали свои мнения и пожелания. Нам надо очень крепко подумать о создании вертикали власти, начиная от сельских поселений, округов, поселков и заканчивая уровнями государственной власти региона и федерации. Все льготы селян по оплате за электричество, за коммунальные услуги, они остаются теми же самыми льготами. Ну и еще главное, меньше начальников на разных уровнях, больше и полнее бюджет. Подводя итоги заседания экспертного совета, Виктор Константинов отметил, что состоялось неравнодушное обсуждение важного для нашего региона и всех жителей вопроса. Все высказанные мнения экспертов будут учтены и найдут свое отражение в дальнейшей работе.